Добрый вечер на телеканале Ника ТВ. Время новостей. В студии Светлана Королёва. И вот некоторые темы этого выпуска. Пенсия. Время деловое. Ветеранские организации поощрили за активность. Облегчённый подъём. Пуск народного лифта в Огненске перенесли на месяц. Время учить учителей. В Калуге стартовала декада молодых педагогов. Распрощаться с аварийным жильём менее чем за два года. Эту готовность сегодня подтвердил глава региона Анатолий Артамонов на Всероссийском селекторном совещании с руководителями Фонда содействия реформированию ЖКХ. За четыре года действия в области программы в благоустроенной квартиры переехало около двух с половиной тысяч человек. Для этого понадобилось свыше двух миллиардов рублей. Часть средств поступила из фонда. Новоселье ещё ждут более девяти тысяч жителей Калужской области. И у региона есть все ресурсы, чтобы воплотить их мечту в реальность до первого сентября 2015 года. Условие лишь одно. Увеличение софинансирования. Очень серьёзно. Прошлый год для Жуковского района стал периодом активного развития. Глава местной администрации Анатолий Суярко первым из своих коллег представил сегодня отчётный доклад. Доходы консолидированного бюджета возросли на 15%, на 4 увеличились собственные доходы района. Удалось обеспечить прирост инвестиций на треть и на 56% больше построить жилья. Ликвидированы очереди в детские сады. На развитие района направили свыше трёх миллиардов рублей. Среди основных задач 2014-го открытие многофункционального центра, капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, строительство распределительных газопроводов, ремонт дорог, а также начало возведения многоэтажных жилых домов в Кремёнках, Белоусове и Жукове. Принимавший отчёт, заместитель губернатора Арсений Аганесян отметил успехи района и назвал главную проблему, которая задерживает дальнейшее развитие. Основным сдерживающим фактором развития остаётся нехватка энергомощностей, газа и электроэнергии для подключения новых промышленных потребителей. Необходимо искать способы поддержать активность этих предприятий, предоставить им такие условия, чтобы они могли концентрировать свои ресурсы на создании и продвижении своей продукции на рынок. Обнинск не может предоставить участки многодетным семьям. В число аутсайдеров программы по бесплатному выделению земли попали Наукоград, Борятинский, Юхновский и несколько других районов. В причинах сегодня разбирался заместитель губернатора Руслан Смоленский. Итоги видеоконференции, видеоконференц-заседания в сюжете Ольги Золотиной. Сроки предоставления площади многодетным распоряжением губернатора серьёзно ужали, дав муниципалитетам на завершение земельной проблемы чуть более полугода. Еженедельные мониторинги и строгий контроль за выполнением задачи. На видеоконференции подчеркнули, на качестве обслуживания участков быстрота реакции сказаться не должна. С многодетными семьями всё равно нужно работать. Не вести себя просто как статисты. Вот мы нарезали участки, подготовили, вам сообщили, а дальше принимайте решение. Нужно, наверное, разработать поэтапную программу, исходя из финансовых возможностей конкретного муниципального района, поэтапную программу, чтобы люди видели, когда там, через пять лет, через три года, через шесть лет, когда там будет развиваться инфраструктура, строительство дома тоже идёт постепенно, но, во всяком случае, людей тоже нужно заинтересовать перспективой развития тех или иных участков. В пример большинства муниципалитетов Тарусский район. Земля дорогая, многодетных немало, но почти все 120 семей при своём участке в селе Лопатина со всеми перспективами. Река, лес, село, садик, школы, как бы, если хочешь деньги, как бы, всё это там есть. Школы именно на территории Украинского района. А вот Обнинск попал в число аутсайдеров. Более пяти сотен семей и ни одна участка не получила. В Наукограде на землю дефицит. И без помощи соседей город многодетных родителей с детьми устроить не может. Заместитель губернатора Руслан Смоленский предложил вынести вопрос на совет по жилью. Я прошу тогда по итогам сегодняшнего совещания направить оперативно письмо губернатору с просьбой рассмотреть вопрос взаимоотношений земельные между Обнинском в разрезе многодетных семей, Малорославецким, Жуковским и Боровским районам, соответственно, на совете по жилью при губернаторе. Есть муниципалитеты, в которых бесплатные земельные участки не востребованы. Это прежде всего сельскохозяйственные районы. На большинству семей области земля серьезная подспорья и нужно обеспечить им как можно раньше. Планируется, что уже в июне многодетные родители смогут заложить первый камень своего дома на собственном участке. Путь к здоровью станет проще для пациентов Обнинской клинической больницы номер 8. Сейчас, чтобы войти в здание этого лечебного учреждения, необходимо подняться по крутой длинной лестнице, что для многих является серьезным испытанием. Однако скоро там появится лифт. Строительные работы подходят к завершению. Осталось выполнить монтаж дверей и отделочные работы. Запуск лифта планировался в январе, но сроки сдвинулись из-за задержки поставки кабины. В первую очередь лифт необходим людям с ограниченными возможностями. Именно общество инвалидов стало инициатором сбора средств. За счет добровольных пожертвований было собрано более половины нужной суммы – 875 тысяч рублей. Оставшиеся средства планируется собрать до конца зимы. По завершению проекта организаторы намерены сделать полный отчет перед общественностью города по полученным средствам. Все это оформить как следует и передать в музей истории нашего города. Потому что вот эта акция действительно является, будет являться историческим для нашего города. И полный отчет будет дан и в газетах, в прессе будет дан, и по телевидению, и на совете. Патриотическое воспитание молодого поколения, составление летописи, организации музеев и городских мероприятий – это лишь малая часть добрых дел калужских ветеранских организаций. Сегодня в городской управе подвели итоги ежегодного конкурса «Возраст делу не помеха». Наградили самых активных, заботливых и грамотных введений документации. Предыдущие председатели провели колоссальнейшую работу на нашем предприятии. Значит, они собрали все самосведения о наших ветеранах, об их подвигах, о их военной службе, о прохождении военной службы. Значит, в общем, все-все-все. Мы собрали воспоминания и издали книгу. Ветеранские наши организации разговаривают, приходят в школы, в детские сады, в наши другие какие-то организации, где есть молодежь, где есть юноши и девушки, делятся своим жизненным опытом, рассказывают о себе, рассказывают о той жизни, которая была. У них большой очень спектр работы. Самое главное – это патриотическое воспитание. Победителям и призерам по семи номинациям вручили ценные подарки и грамоты городского головы. А завершилась церемония награждения песней с философским названием «Для чего мы на свете живем». От книг 17 века до эволюции утюга. Вещи старинные и для многих уже необыкновенные, можно увидеть в библиотеке на Терепце. Местная община организовала выставку. Экспонаты собирали всем микрорайонам. Их разглядывала Ирина Журавлева. Этому кусочку сахара почти 70 лет. Во время войны 14-летняя Наташа сидела дома одна, больная и очень хотела кушать. И запишал красноармеец Вася, сосед, чтобы попрощаться. Родителей нет. И он говорит, что мамы нет, она ищет, что поесть. Вот все, что у него было, пуханку хлеба и кружку. Она здесь, здесь военных лет, и кусочек сахара, и полную кружку кускового сахара. Он отдает им. И когда мама пришла, она сказала, давай сохраним кусочек сахара. Как память, если выживем с тобой. Они повешали. Сохраненный сахар в той самой кружке передала на выставку Наталья Васильевна Тупицына. Та самая девочка. Он стал одним из уникальных экспонатов мини-музея, который буквально за месяц организовали жители микрорайона Терепец. Собирали и взрослые, и дети. Моя прабабушка купила это на рынке. За пятачок. В ней были положены конфеты. На ней изображены все представители дома Романовых. Оказалось, для того, чтобы собрать поистине удивительные и ценные вещи, далеко ходить не нужно. Достаточно оглянуться вокруг, изучить семейный архив, пообщаться с бабушками. В экспозиции есть экспонаты, которые бережно хранились пятью-шестью поколениями. Меня очень удивили вот эти старинные книги 17 и 18 века. Я была поражена, что человек, вот бабушка, она сумела сохранить эти книги и передать своим потомкам эту любовь. Вы же знали, такое было время, когда разорялись храмы, а человек сберег, в хорошем состоянии. Бещи принадлежат моей бабушке, Людмиле Тарасовой. Восемь лет вышла крестиком рыжего кота. А вот свидетельство об окончании начальной школы Людмилы Тарасовой. Здесь одни пятерки. Сегодня бабушке Люсе 79 лет. Она владеет компьютером и общается со мной по скайпу. С точки зрения современной детворы, здесь много не видали. Ребят удивляет все. От швейной машинки до щипцов для сахара. Старшее поколение, в свою очередь, рассказывает о быте тех лет. Вот, например, эволюция утюга от очевидца. Это очень легко делать. Наматывается сюда одежда или полотенце, что-то простое. И накручивается, а потом кладется на стол и вот таким методом разглаживается, нажимается. И становится гладким. Потом появились вот эти утюги, которые нагреваются с помощью горящих углей. Потом уже появился вот такой тяжелый утюг, который ставится на газовую плиту. Многие вещи со своей историей. Материала хватило на спектакль. Создание мини-музея захватило всех. Для малышей это познавательно, для старшего поколения дорогие сердцу воспоминания. Ирина Журавлева, Александр Бурылкин, телекомпания НИКО-ТВ. Время делиться профессиональными рецептами. В Калуге началась ежегодная декада молодых учителей. Им предоставляется уникальная возможность получить знания, о которых ни в методических пособиях, ни в учебниках не найти. Антон Липовский пообщался с начинающими педагогами 15-й Калужской школы и узнал, что для них значат эти 10 образовательных дней. Что у нас здесь известно? Второе слагаемое и сумма. Урок математики. Первый Г-класс. Один из самых активных учеников Алексей помогает Анне Петровне в решении уравнения. Сегодня такой программы первоклассников уже не удивишь. Изменившаяся школьная программа порой вводит ступор родителей, а здесь и детям объяснить нужно и контроль над классом осуществлять. Но молодому педагогу Анне Проскурье это удается совместить, несмотря на то, что работает в школе всего полгода. Потому побывать на декаде для молодых учителей – отличная возможность для мгновенного роста. Ведь опыту, которым делятся в эти дни старшие коллеги, не учат в институтах. Это вообще очень хорошая практика, как я считаю, потому что все-таки эти люди, они уже достаточно большой опыт имеют, багаж знаний огромный. И нам, как молодым педагогам, это необходимо именно посещать, это все, все эти мастер-классы. А это уже первый Б, и тоже урок математики. Учит считать и разгадывать задачи здесь Анастасия Соскова. Концепция урока та же, ведь с коллегой Черестенку она училась на одном курсе. На повестке дня уравнение с одной неизвестной – 8 минус х равно 6. Чему будет равен х? Двум. Диана Корневская, как всегда, активна, но вот посчитать правильно на этот раз не вышла. Очень любит читать, но и с математикой проблем нет, потому что педагог говорит – хороший. Мне нравится, когда она разговаривает с нами. Мы исправляем ошибки, если что-то не так не записали, она нам подсказывает. А она строгая? Она не умеет ругаться, можно сказать. Ну, она ругается, но не умеет, по-честному. И взрослые, и дети здесь учатся искать решения не только задач из учебника математики. Школа – это ведь не только учебная программа. И потому совет опытного коллеги очень кстати. Контакт, в принципе, налажен. Бывают, конечно, ситуации, из которых мы ходим со слезами, как с их стороны, так и с моей стороны. Правда, я детям это не показываю. Но бывают всякие ситуации. Я даже сама проявляла такое желание, чтобы сходить к более опытным педагогам и посмотреть, как они ведут уроки. Посмотреть, какие приемы используют. Сейчас таких совсем молодых, симпатичных и перспективных педагогов 52 в Калуге. Около 300, у кого опыт преподавания от нуля до пяти лет. И, конечно, всем им только предстоит постичь основные азы профессии. Для того декада молодых учителей и была образована подтянуть начинающих. Наверное, не в каждой регионе это происходит, когда сами методисты, а мы их называем так, учителя-учителей, дают открытые уроки для молодых педагогов. То есть это само по себе уникально? Это само по себе, конечно, я думаю, да. Я думаю, да, что это уникально. Не только учитель в школе, но и методист становится к доске, к классной доске и проводит уроки для молодых педагогов. Вот так растим, вот так помогаем. Ежедневно будут проводиться мастер-классы, раскрываться все гениальности концепции современного урока, психологические тренинги. И каждый день охватывают специалистов разных направлений. Например, сегодня будут растить физиков и историков. К 7 февраля школу высшего преподавательского пилотажа пройдут все молодые педагоги Калуги. Так что родители за качество образования своих детей могут быть спокойны. Антон Липовский, Алексей Пехов, телекомпания НИК-ТВ. Уважаемые телезрители, обращаем ваше внимание, что в связи с профилактическими работами завтра вещание нашего телеканала и радио НИК-ФМ начнется в 15 часов. Ну а наш эфир продолжает обзор экономических новостей в программе «Регион и бизнес». До свидания.